АРМЯНСКИЕ КАВРЫ Участники Международной научной конференции под названием «Армянский узел. Традиции и ковроткачество» говорят об уникальности армянских ковров, в которых заложена идея и смысл. По их словам, ни на одном ковре невозможно встретить бессмысленный набор орнаментов. Компания канадского эксперта Гарольда Бедукяна представляет собой выставку продажу ковров, где экспонированы не только армянские, но и другие ковры. В коллекции фирмы на сегодняшний день имеются около 35 армянских ковров, которые постоянно издаются в разных журналах. Армянские ковры отличаются своим дизайном, своими орнаментами и символами. К примеру, на армянских коврах можно часто встретить символы двух птиц, которые были изображены и на короне армянского царя эпохи эллинизма Тиграна Великого. Очень распространено в армянском коврат качестве изображение дракона, свастики, как символы Солнца и крестов, и каждый орнамент и символ имеет свой возраст. Кроме этого, армянские ковры можно отличить и по цветовой гамме. Она в основном всегда яркая. В армянском коврат качестве широко распространен вишапагорг – драконовый ковер, принадлежавший под типу хэнзорэск. На этих коврах можно увидеть борьбу добра и зла. В христианской истории дракон представляется именно в таком качестве. Восемь драконов выстроены по кругу, а в центре изображена свастика – символ Солнца. Борьба заканчивается победой добра над злом, и изображается это орнаментами, означающими продолжение жизни. Колыбелью коврат качества эксперты считают Большой Гайк, и Арцах, будучи одной из губерний Большого Гайка, не является исключением. Тому подтверждение – найденные при археологических раскопках на этой территории различные костяные предметы для коврат качества дохристианского периода. Нужно заметить, что самый древний ковер с армянской рукописью, сохранившийся по сей день, был выткан в Карабахе, в селе Бананц. На ковре вытканы цифры 1202 год, и он экспонирован в музее Махитариана в Вене. К сожалению, арцахские ковры на протяжении многих лет подверглись грабежу, особенно в период с 1918 по 1920 годы в результате армянской резни. В последующем в советский период, в 1950-60-х годах, бакинские агенты организованно вывозили старые ценные арцахские ковры с армянскими надписями, орнаментами и символами в Баку. Это послужило созданию в 1967 году в Баку музея ковров. На сайте этого музея экспонированы армянские ковры, на которых невооруженным глазом можно увидеть армянские символы, в частности армянскую букву Т, означающую Тер, Господь. Эксперты конференции выражают свое беспокойство по поводу подобного посягательства на армянские ковры со стороны Азербайджана и Турции. По их утверждению, ковры, сотканные в Западной Армении, на сегодняшний день в большинстве случаев выдаются за турецкие, а на международных рынках их часто называют кавказскими, что можно понимать как азербайджанские, турецкие, сельдживтские и другие. Решением этой проблемы эксперты находят в создании музея ковров в Армении и популяризации армянского коврового искусства путем издания научной литературы об армянских коврах на иностранных языках. Субтитры подогнал «Симон»